Бог открыл Себя в полноте через Господа и Иисуса Христа. Бог открыл Себя в полноте в Своем Слове. Бог открыл нам Себя, чтобы мы знали то, что должны знать, то, что мы можем быть спасены, можем быть искуплены, можем иметь смелость на пути с Ним, можем жить в победе над искушением, мы должны научиться жить в повиновении Ему. Он открыл нам достаточно, чтобы мы с радостью ожидали вечности на небесах с Иисусом. Но Бог не открыл о Себе все. Мы бы просто не справились с этим. Бог всегда был Богом, а мы нет. Послушайте меня внимательно. Сегодня, в 21-м столетии, культура изо всех сил пытается представить Бога человеком, а человека — Богом. Это заблуждение может уничтожить западную цивилизацию. Когда рушится церковь, рушится и цивилизация. Римлянам, 11-я глава, напоминает нам о неописуемых богатствах, мудрости и познании Божьем. 11-я глава напоминает нам о том, что нужно преклониться перед Богом. Независимо от того, понимаем мы происходящее или нет, мы преклоняемся перед Ним в трудных обстоятельствах, в горе и радости. Мы должны помнить, что только Бог, Бог, а мы нет. А вот почему в Римлянам, 11-й главе, ключевыми являются 33-й и 34-й стих. Я хочу, чтобы вы прочитали их вместе со мной, оба стиха. Ведь если вы упустите эти два драгоценных, великих стиха, то упустите суть всей главы. Что же, предлагаю вам вместе открыть Священное Писание и начать чтение. Вы готовы? «О бездна богатства и премудрости и ведения Божия, как непостижимы судьбы Его и неисследимы пути Его! Ибо кто познал ум Господень? Или кто был советником Ему? Ответ на это — никто! Нельзя поместить Бога в банку или формулу. Нельзя записать план Божий в таблицу и сказать, «А вот так работает Бог!» Нет. Так поступали фарисеи. А когда пришел Мессия, они не признали Его и не поверили Ему. Они отвергли Его. Сам Иисус сказал в Евангелии от Иоанна 5 главе, 39 и 40 стихах, «Исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют обо Мне. Но вы не хотите прийти ко Мне, чтобы иметь жизнь? Его мудрость непостижима. Как Он может любить грешника вроде меня? Как Он мог умереть за такого грешника, как я? Как Он мог искупить такого грешника, как я? Как Он мог простить меня? Как Он мог творить чудеса через Своих детей? Как Бог дает победу Своим детям? Это непостижимо, необъяснимо. Я не могу объяснить этого. А вы можете? Римлянам 11 глава 33 стих. Похоже на человека, взбирающегося на Эверест. Вы видели фильмы об этом? Он лезет шаг за шагом. Каждый следующий шаг больнее предыдущего. Но когда этот человек поднимается на вершину горы, то говорит «Вот это да! Посмотрите, как красиво! Как великолепно!» Я не могу описать это словами. Первые 10 глав послания к римлянам. Апостол Павел полз шаг за шагом к реальности Божьего спасения. А потом он поднимается на вершину. И мы видим 33 стих 11 главы к римлянам, где он говорит, что Божьи пути неисследимы, Божьи пути непостижимы. Я лишь могу склониться перед величием Бога. В трудные времена и в хорошие времена я преклоняюсь и говорю «Ты Бог! Ты Бог!» И я хочу, чтобы вы увидели три вещи в послании к римлянам в той самой 11 главе. С 1 по 10 стих вы увидите неописуемого Бога. Он работал с Израилем в Ветхом Завете. С 11 по 24 стих вы увидите неописуемого Бога, который работает с язычниками в Новом Завете. А с 25 по 32 стих вы увидите неописуемого Бога, Бога всей благодати. Его благодать просто неописуема. Вы согласны? Бог неисследим. Он неописуем. Посмотрите, как Он работал с Израилем в Ветхом Завете. В 1 стихе Павел задает вопрос, неужели Бог отверг Свой народ? «Никак». Несмотря на ту боль, что они причиняли Ему две тысячи лет, Бог не отверг евреев. Он сказал, «Никак. Я и сам иудей. Если бы это было правдой, то как бы я стал апостолом?» Он пишет об этом, потому что подобные мысли начали появляться у церкви в Риме. Это мышление появилось тогда и продолжается до наших дней. «Подобное мышление позволило подняться нацизму, антисемитизму, Гитлеру». Подобное мышление стоит за всяким проявлением антисемитизма. Если копнуть достаточно глубоко, вы всегда найдете такие мысли. «Это противоречит, несовместимо и не соответствует христианской вере». Павел называет подобное мышление ложным. Каковы доказательства? Павел говорит, что он сам является доказательством. «Я иудей, я апостол Христа». Все апостолы были иудеями. 99,9% первой церкви составляли именно иудеи. Такое мышление противоречит характеру Бога. Сегодня мы можем смотреть на десятки тысяч мессианских верующих в мире и знать наверняка, что Бог не отверг иудеев. «Я говорил вам в прошлый раз, что Бог избрал Израиль, чтобы он был светом, народом, провозглашал имя Иеговы, миру. И когда они не смогли, повеление о провозглашении Бога миру было взято у них и передано церкви». Повеление. Но это не значит, что Бог полностью отверг Свой народ или предложение о спасении через Иисуса. Вот почему в Ветхом Завете Библия говорит об остатке верных. В Израиле есть остаток верных. Я хочу показать вам это в Слове Божьем. Павел говорит об этом в послании к римлянам в 11 главе. Я надеюсь, вы не забыли, что мы изучаем именно эту главу. Пророк Илья сказал, «Боже, все отошли от Тебя». Все отошли. «Они поклоняются Ваалу, следуют за Ахавам и Изавелью. Только я один остался». А Бог сказал ему, «Нет, и еще раз нет. Илья, нет. Есть семь тысяч верных иудеев, которые не преклонились перед Ваалом». Второе место — это книга Амоса, 9 глава, 9 стих. Библия говорит, что Бог просеет Израиль, как зерно, и верные останутся в сите, а шелуха отпадет. Далее у нас идет третье. Это Малахия, 3 глава, 16 по 18 стихи. Бог провозглашает, что этот верный остаток — его драгоценность. В книге Захарии, 12 главе, с 8 по 13 стихи. Бог провозглашает, что сохранит верный остаток в безопасности. У Иеремии, в 23 главе, 3 стихе, Бог сказал, что остаток останется верным. Далее, шестое. Книга Иезекииля, 14 глава, 14 стих. Вам будет легко запомнить это место. Библия провозглашает, что верные евреи примут спасение. И последнее, наконец, последнее. Книга Озии, 7 глава, 8 и 9 стихи. Мы видим, что верный остаток Израиля спасется. Говорить, что все евреи были верны Богу, это все равно, что считать рожденными свыше всех, кто приходил когда-нибудь в церковь. И вот вам один вопрос. Что Павел имеет в виду, когда говорит, что весь Израиль спасется. На основании тех стихов, что я показал, мы видим, что верный остаток — это настоящий Израиль, который спасется. Если вы изучаете Ветхий или Новый Заветы, то вы видите, что именно верность, а не этническая принадлежность, спасает. Спасение касается всякого, абсолютно всякого человека. Так было, начиная со времен Авраама. Так есть и будет навсегда верность. Что это означает? Возлюбленные, взаимоотношения с Богом определяются индивидуально. Если посмотреть на это место, то я увижу много людей, но Бог смотрит иначе. Он видит вас отдельно. И именно на этом Он и концентрируется. Это индивидуальное спасение. Никто не спасается потому, что их воспитали в баптистской, пресвятерианской или, Божий помил, епископальной церкви. Мы не спасаемся благодаря церкви, семье или кому-то еще. Точно так же Павел говорит нам, что если человек иудей, это не означает, что он верующий. Только верные иудеи, которых Библия называет остатком, вот они и спасутся. Так почему же? А потому что этот остаток смотрит в вере, как смотрел Авраам на крест Иисуса, как мы в Новом Завете смотрим на него. Я хочу показать вам пример из Ветхого Завета. Книга Иезекииля, 18 глава, 20 стих. Вот что говорит нам пророк. Душа согрешающая, она умрет. Индивидуальное спасение в Ветхом и в Новом Заветах. Оно есть в Писании, и Бог не меняется. Возлюбленные — это правда. Павел говорит всем нам о том, что некоторые иудеи ожесточили сердца в отношении Мессии, но это не означает, что Бог отверг их как красу. Нет. И еще раз нет. Павел говорит отрезвляющие слова, которые касаются как иудеев, так и язычников всех нас, седьмого. По десятый стих мы видим универсальный принцип, который касается всех. Каков он? Если вы слышите истину, но не реагируете на нее, то наступит время, когда вы не сможете больше реагировать на нее. «Я хочу плакать от этого по заблудшим, если вы слушаете или смотрите нас и при этом ожесточаете свое сердце, зная истину, Бог обращается лично к вам. Наступит время, когда вам будет тяжело отреагировать на нее». Иисус сказал то же самое в Евангелии от Матфея, 13 главе, 12 стихе. «Только послушайте, что сказал Иисус, «Ибо кто имеет тому, дано будет, и приумножится, а кто не имеет, у того отнимется и то, что он имеет». Некоторые люди думают, что могут лгать все время, пока они ходят на мессу или в церковь по воскресеньям, и все будет хорошо. Нет, Павел говорит, что существует духовная опасность. которая может проявиться в жизни такого человека. Она называется духовной беспечностью. Неописуемый Бог работал с упрямым Израилем. И вот о чем говорил Павел. Неописуемый Бог работал с язычниками. Посмотрите на этот отрывок с 11 по 24 стих. С 11 по 16 стих. Павел говорит удивительные вещи о суверенности Бога. Когда иудеи стали беспечными и нечувствительными в духовном плане, не приняв мессию, что сделал Бог. Он использовал эту беспечность, эту нечувствительность голосу Божьему, чтобы спасти язычников открытием Иисуса Христа, еврейского, мессию. Но зачем он это сделал? Да чтобы спровоцировать ревность у иудеев, дабы они пришли к мессии. Тот факт, что иудеи отвергли благую весть, не означает, что Бог умыл руки. Миллион раз нет. Остался остаток верных, которые ждут и жаждут пришествия мессии. Все это говорит нам, что Бог не отверг их навеки, как говорят некоторые. Он открылся тем, у кого не было привилегий завета и отношений, которые были у евреев с Богом. Я хочу спросить вас, вы когда-нибудь слышали, как христианин шантажирует Бога? Я вот, например, слышал, «Боже, если ты не сделаешь этого для меня, тогда я уйду». Да? Бедные люди. Павел говорит именно об этом. Они не понимают благодати Божией. Я знаю людей, которые поступают так с церквями, со служениями. Если не сделаешь этого, я уйду. Мы поступаем так с политиками. Но с политиками так можно. но не с Богом. С неописуемым, непостижимым, всемогущим Богом, Эль-Шадаем. Нельзя вести себя так. Пожалуйста, когда вам хочется поступить так, сделайте глубокий вдох и повторите. Римлянам, 11 глава, 33 стих. «О бездна, богатство и премудрости и ведение Божьего». Посмотрите еще раз на фрагмент с 11 по 16 стих. «Когда вам кажется, что вы выше неверующих иудеев, или когда вы смотрите с осуждением на неверующих иудеев, потому что они отвергли Христа, помните три вещи. Вы были приняты благодаря их отвержению, и ваше спасение должно возбуждать ревность в иудеях». Ну и, наконец, третье. «Когда иудей верит в Иисуса, Мессию, это великое богатство для мира». Это правда. Это чистая правда. Возлюбленная, Бог дал лишь один путь ко спасению через Иисуса. Он Мессия иудеев. У меня есть друзья, евреи. Я часто говорю им, что обязан им, потому что они дали мне Иисуса. Вопрос. Как насчет оливкового дерева? Послушайте внимательно. Корень этого дерева вера Авраама. Ствол дерева Господь Иисус Христос. Церковь это ветви, состоящие из верующих, язычников и иудеев. Язычники были привиты, а иудеи, верующие в Иисуса, это натуральные ветви. Наш неописуемый Бог работал с иудеями в Ветхом Завете, работал с язычниками через благодать. Ну и последнее. Мы видим нашего неописуемого Бога, Бога благодати, с 25 по 32 стих. И тут говорится, «Ибо не хочу оставить вас, братья, в неведении». Нет ничего хуже, не сведущего человека, считающего себя экспертом в чем-то. Знаете, что бывает хуже? Человек, который знает лишь половину. Такие люди опасны, и это также чистая правда. Этот человек знает лишь часть. Неверная информация или часть информации может привести лишь к ложной гордыне, только к заблуждению. А противоядие против гордыни — это истина, объективная истина, библейская истина. Иудеи не могут презирать язычников, потому что они сотворены по образу Божьему. А язычник не может презирать иудея, потому что иудаизм — это основание христианской веры. Они оба могут спастись лишь по Божьей милости через благодать Господа Иисуса Христа, возлюбленные мои. Это можно сказать и о всех нас. Никто из нас не может хвалиться чем-то. Мы все грешники, заслуживающие ада. 31 стих говорит, «Божья милость открылась нам, непослушным язычникам и иудеям». А почему же так? Потому что лишь милость Божия может спасти нас от последствий неповиновения, спасения всего человечества. Это не вопрос этнической принадлежности, оно основывается лишь на делах Иисуса Христа и Его креста. Возлюбленные мои, у трона милости Христа земля ровная. Никто из нас не может хвалиться чем-то, считать себя лучше других людей. Нет. Это Евангелие. Это христианская вера. это единственное, что нужно нам. Двери открыты для каждого. Для того, кто кается в своих грехах, независимо от того, кто Он. Возлюбленные это и есть слава христианской веры. Аминь. Провозглашая бескомпромиссную истину на пути вперед с доктором Майклом Юсефом. Продолжение следует...